МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Решение по кредитам ожидается в ноябре. В то же время, несмотря на турбулентность в экономике, российский потребитель не теряет интерес к досрочным финансовым проектам. Та же ипотега стабильно демонстрирует рекордный рост. Ожидается, что к концу года будет выдано 1 миллион 700 тысяч кредитов. Это выше, чем даже в 2021 году. И вот о парадоксах российского жилищного кредитования поговорим с руководителем аналитического центра Дом.РФ Михаилом Гольдбергом. Он сейчас на прямой связи с нами. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Вот ставка ипотеки в 16-17%. Это некий такой психологический порог. Фантастическая цифра для нас. По сути, это самая высокая ставка с 2006 года, когда программа была запущена. Можно ли говорить о том, что после решения Центробанка вынесен смертельный приговор ипотеки на вторичку на ближайшие месяцы? Ну, смотрите, ставки выше 15% безусловно считаются традиционно запретительными. Мы ожидаем снижения ипотеки по рыночным программам, безусловно. Но о смертном приговоре, наверное, говорить преждевременно. Ведь многие люди используют ипотеку как способ улучшить свои жилищные условия. То есть если вы продаете свою старую квартиру и в ожидании какой-то, допустим, крупной премии покупаете новую, доплатив совсем немного денег, то этот объем можно взять в ипотеку и по высокой ставке и достаточно быстро его погасить. Поэтому какой-то сегмент рыночной ипотеки всё равно безусловно останется. Но правильно ли я понимаю, что вот льготные ипотечные программы, а все они действуют исключительно на новостройке и чувствуют себя очень хорошо именно из-за этого аспекта? Сделки вообще заключаются, и кредиты выдаются, и именно на новостройке, правильно? Да, безусловно, всё так. По некоторым программам, например, по дальневосточной ипотеке есть возможность купить вторичное жилье в отдельных регионах, но подавляющее большинство сделок действительно приходится на первичный рынок. Всё правильно. Почему программа пользуется популярностью? Ставки по льготным программам абсолютно не зависят от ключевой ставки Банка России, от рыночных ставок, а зависят исключительно от условий, которые детерминированы изначально в программе. То есть по льготной ипотеке это 8%, по семейной — 6%. И, конечно, в условиях, когда разрыв между ставками по льготным программам и по рыночным такой высокий, это привлекает на первичный рынок дополнительный объём покупателей, которые могли бы купить и хотели бы купить жильё на вторичном рынке. Тем не менее, они сейчас не могут этого сделать и рассматривают для себя только первичный рынок с такими вот льготными ставками. Да, действительно, налицо диспропорция в жилищном кредитовании. Несмотря на то, что ипотека на новостройке тоже дорожает, она всё равно чуть ли не в два раза дешевле кредита на вторичку. Как это вообще отражается на рынке недвижимости? Какую бы оценку вы дали сейчас положению дел? В целом, мы видим большой спрос на первичном рынке, который индуцирован этими самыми льготными программами. Ежемесячно выдаётся больше 100 тысяч ипотечных кредитов по льготным программам. Такая ситуация останется с нами как минимум до конца первого полугодия следующего года. Я думаю, даже спрос по ним будет возрастать. И на первичном рынке у нас в связи с этим будет наблюдаться такой некий повышенный уровень спроса. Что касается вторичного рынка, то да, здесь я ожидаю некоторую стагнацию. Возможно, даже небольшое снижение цен мы будем видеть. Так что здесь тоже будут наблюдаться такие вот дисбалансы. Но если говорить о прогнозах, в конце этого года, 2023, вы тоже ожидаете изменения ценовой политики и цен? Будет ли снижение, например? Для примера, чтобы мы понимали ситуацию в различных регионах нашей страны, давайте отдельно поговорим про московский регион, отдельно другие города-миллионики и в третьей группе, например, остальные населённые пункты страны. Вот как бы вы распределили ваши прогнозы? Ну, смотрите, если так говорить, у нас до конца года на первичном рынке мы ожидаем рост цен примерно на 10% по сравнению с началом года. Уже цены выросли на 5-6% по итогам трёх кварталов. И этот рост, он в целом равномерен по всем регионам. Да, в Москве и таких регионах, как Краснодарский край, некоторые ещё цены росли чуть быстрее. В Петербурге, например, цены почти не росли. Но, тем не менее, вот эта динамика, она всё равно крутится вот около тех 5-6% роста в целом по стране. И до конца года будет порядка 10%. По вторичному рынку цены выросли чуть больше, на 7%. И здесь, я думаю, что в ближайшее время они перейдут от стагнации, а потом и к снижению. То есть суммарный рост цен будет в пределах 3-5% за так. А в следующем году уже мы, скорее всего, будем видеть и снижение цен на вторичном рынке в номинальном выращении. Но есть ли данные по самому популярному типу жилья, какое это жильё, которое приобретается в кредит в этом году? Наиболее востребованы всё-таки двух-трёхкомнатные квартиры для жизни? Или же наоборот, бюджетные однушки, студии? Я видел, что сейчас в приоритетах даже микроквартиры до 30 квадратных метров. Вы знаете, к сожалению, микроквартиры существуют, конечно, студии. В целом иногда они бывают оправданы, например, как первое жильё для студентов, молодых людей и так далее. Но в целом, да, есть негативная тенденция. В последнее время средний размер квартир у нас снижается. А доля однокомнатных и квартир и студий в общем объёме строящегося жилья постоянно растёт. Это происходит потому, что, к сожалению, цена на жильё в первичном рынке у нас растёт непрерывно с 2020 года. И в целом доступность к приобретению жилья у нас снижается. И для того, чтобы удержать ипотечный платёж на уровне, застройщики постепенно снижают среднюю площадь квартир. Вообще понятно, что все бы люди, и дать им такую возможность, они хотели бы жить в более просторных квартирах. Но сейчас вот тенденция наибольшей популярности однокомнатных квартир, она в целом условно, но всё ещё, ну, наверное, недостаточными, скажем прямо, доходами граждан. Правильно ли я понимаю, что если говорить о сегментах, то популярнее сейчас всё-таки эконом, а не комфорт? И, кстати, есть ли спрос на бизнес и премиум жильё? Знаете, тут, конечно, крупная столичная региона, миллионники, они отличаются. В них есть спрос на бизнес-класс. Ну, премиальные элиты — это какие-то точные истории, там их, наверное, сейчас мы не будем отдельно анализировать. А в целом, например, в Москве больше половины строящегося жилья относятся к комфорту и бизнес-классу. Поэтому, да, спрос есть. Спрос есть. Люди по мере, скажем так, развития вообще технологий жилищного строительства, по мере того, как они видят, как должен выглядеть современный жилищный комплекс, предъявляют всё больше требований непосредственно к качеству жилья. Они хотят дворы без машин, какие-то первые этажи, на которых есть торговые функции, ещё какие-то. Хотят подземные парковки, консьержек и так далее. То есть люди, да, всё это видят, хотят, но тут вопрос возможности дохода, соотношения дохода по стоимости метров. Понятно. Ну, а можно ли сделать вообще долгосрочные прогнозы по ценам и объёму вводимого жилья? Да, мы же знаем, что подорожание кредитов и курс рубля бьют, в том числе и по карманам застройщиков. Да, стоимость строительства тоже сильно возрастает. И это не может не отразиться на конечных ценах. Знаете, ну, с моей точки зрения, цены в последнее время и так достаточно сильно выросли. Хотелось бы, чтобы в дальнейшем динамика была более сглаженной. Цены растут, и они растут быстрее, чем растут себестоимость. Так что с этой точки зрения у нас есть возможность, как минимум, сделать так, чтобы цены не росли такими темпами, как наблюдалось последние три года. Михаил Анатольевич, ну вот половина ипотечных сделок в первом полугодии 23-го года заключалась более чем на 25 лет. Хотя ещё год назад доля таких кредитов составляла, ну, меньше трети. Очевидно, да, что такие длинные кредиты берутся лишь с одной целью – уменьшить ежемесячный платёж и нагрузку на семейный бюджет. Какие риски в связи с этим вы видите для ипотечного рынка? Горозит ли нам состояние ипотечного пузыря? Знаете, часто задают вопрос про ипотечный пузырь. Ипотечный пузырь характеризуется прежде всего к качеству портфеля ипотечного. То есть есть ли просрочки по кредиту растущие, выдаются ли кредиты людям, которые неплатежеспособны заранее и так далее. Такой ситуации мы не видим. Регулятор Банка России работает очень хорошо. Да, в последнее время ему пришлось ужесточить требуемые подаваемые ипотеки. Но именно эти действия приводят к тому, что никакой опасности пузыря на российском ипотечном рынке у нас не существует. Что касается растущего среднего срока кредита, да, вы совершенно правы. Целью является снизить платёжную нагрузку на домохозяйство. Это тоже в целом приводит к росту качества и предотвращает развитие того самого пузыря, о котором вы говорите. А при этом заёмщик имеет возможность в случае, если его положение улучшилось, или он, допустим, получил какую-то премию, дополнительный заработок. Он всегда может погасить кредит досрочно. Ну и статистику пока свидетельствует о том, что так это и происходит, потому что средний срок жизни кредита у нас пока точно не превышает 10 лет. Это даже составляет, насколько я помню, 7-9 лет. То, что его берут на длительный срок, ну, можно воспринимать это как некую страховку. Понятно. Ну а сами банки как-то готовятся к возможной просадке на ипотечном рынке? Есть какие-то запасные варианты, запасные аэродромы? План «Б» может быть? Ну, что, знаете, сами банки готовятся. У банков есть план, который подразумевает, скажем так, учёт влияния на рынок возможного окончания действия в этом программе. Да, банки у нас работают в стрессовых ситуациях, работают давно на рынке и привыкли работать в условиях господдержки, в условиях отключения господдержки. Вот у нас был период высоких ставок, и сейчас есть, был период низких ставок. Это всё, там обычная работа для банков. Здесь никаких рисков или какой-то форс-мажорной ситуации ждать не приходится. Понятно. Спасибо, Михаил Анатольевич. О парадоксах российского жилищного кредитования Мы говорили с руководителем аналитического центра Дом.РФ Михаилом Готбергом.